всем привет друзья природа лето речка это конечно супер сегодня с вами рассмотрим еще три новых очень интересных и полезных для вылазки на природу товара от фирмы brs это у нас будет складная вот такая вот очень хорошая сковородка ну как по мне вот такой вот алюминиевый столик который регулируется по высоте и такая ветрозащита для вашей горелочки товар от фирмы brs для похода выживания и путешествий на обзоре у меня уже был стол от этой фирмы но маленький это же и выше и больше да и материалы позволяют выдержать намного больший вес модель чрезвычайно удобная ее легко сложить и разложить времени на первую сборку у меня ушло минут пять устала устойчивые ножки он будет надежно стоять и приспособлен к разным типам земной поверхности в природных условиях крепкая столешница которая из сплава алюминия как и весь стол имеет устойчивость к царапинам и повреждениям комплектующие к столу изготовлены из крепкого сплава алюминия поэтому стол надежный и будет долго находиться в эксплуатации резиновая прокладка вокруг позволяет избежать раскачивания стола и В сложенном положении изделие не занимает много места. Стол можно применять не только в разных видах активного досуга, будучи на природе, но даже дома в холодную пору года. А как только наступит тепло, собрали стол в комплектную сумку и айда на природу. Вес столика составляет 4,1 килограмма. Высота регулируется без проблем от 47 сантиметров до 77. Вот для сравнения маленький рыбацкий столик от БРС, который был у меня ранее на обзоре, и большой, это что сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok А это антипригарная походная сковорода. И походная она потому, что имеет складывающуюся ручку и сумку для переноски. Пригодится для кулинарии на свежем воздухе. Это качественная посуда в помощь туристу и путешественнику. Она имеет антипригарные покрытия, поэтому пища во время приготовления не будет прилипать к стенкам сковородки. Носить изделие очень удобно, как и пользоваться им. Оно имеет компактные размеры и конструкцию для комфортного применения. Сковородка сделана экологически безопасной. Ручка и петля на крышке изготовлены из пищевого силикона. Можно ставить посуду на газовую горелку, и в полевых условиях легко будет приготовить пищу. При создании сковороды применяли сплав алюминия, благодаря чему изделие получилось крепким и износостойким. Пользуясь данной моделью, несложно приготовить и побаловать себя вкусными блюдами на свежем воздухе. Размеры сковороды такие, геометр ее составляет 26 см, толщина достигает 2,6 мм, а глубина 9 см. При таких небольших габаритах использовать сковородку в туризме оптимально как для одного человека, так и на небольшую компанию. А еще, как я предполагаю, сковороду можно использовать как кастрюлю из-за высоких бортов, что скажете, годная идея? А про эту вещь некоторые могут сказать, что она не нужна в походе, и я бы поспорил с этим. Если кто не понял, это ветрозащитный экран, нужен для того, чтобы ветер не воздействовал на пламя горелки при работе. Посредством использования экрана удается экономно тратить топливо, а также готовить и греть воду, независимо от того, каковы условия погоды. На природе это очень актуально, поскольку благоприятные метеоусловия – нечастые явления. У экрана устойчивая конструкция, которую можно замкнуть в круг, если есть такая нужда, при готовке в небольшой таре. Протестировав защиту, стало ясно, что она хоть и примитивная, но зато рабочая. При готовке сами пластины немного могут нагреваться, но это и понятно. Главное, что ветер не будет задувать и мешать приготовлению. В этом ее прямое предназначение, с которыми гаджет справляется. Эти три походных инвентаря вроде бы и не самые необходимые в отдыхе на природе или походе, но точно скрасят собой и упростят быт на природе при любой погоде и в любое время года. Что вы думаете про данный инвентарь, что вам понравилось? Напишите в комментариях, я их все читаю. Желаю вам приятных выходных и всего вам хорошего. Почаще выбирайтесь на природу, пока лето. Увидимся, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!